Здравствуйте! На этом уроке мы решим еще несколько задач с треугольниками и углами. Вот первая задача. Наибольший угол треугольника равен второму по величине углу, умноженному на 4. Наименьший угол равен 10 градусов. Каковы величины всех углов? Одну величину 10 градусов мы знаем. Нарисуем здесь произвольный треугольник. Предположим, что это наш треугольник. Мы знаем, что его наименьший угол равен 10 градусов. Предположим, что этот угол наименьший, равный 10 градусов. Давайте как-то назовем второе по величине угол. Допустим, х. Итак, второе по величине угол равен х. Вот этот угол на рисунке будет равен х. И в условии задачи сказано, что наибольший угол треугольника равен второму по величине углу, умноженному на 4. Второе по величине угол равен х, значит, наибольший угол будет равен 4х. Итак, наибольший угол будет равен 4х. Нам известно, что сумма внутренних углов треугольника равна 180 градусов. Т.е. мы знаем, что 4х плюс х плюс 10 градусов равно 180 градусам. 4х плюс х равно 5х. Тогда 5х плюс 10 равно 180. Теперь вычтем 10 из обеих частей и получим 5х равно 170. Тогда х равен 170 разделить на 5. По-моему, это будет равно 34. Давайте проверим. Сколько раз нужно взять 5? Да, чтобы получить 170, число 5 нужно взять 34 раза. В 3 раза больше, чем 10. Число 10, чтобы получить 170, нужно взять 17 раз. Значит, 5, чтобы получить 170, нужно взять 34 раза. Можем проверить. 170 разделить на 5. Если 17 на 5, то без остатка получится 3. 5 на 3 равно 15. Отнимаем 15 от 17 и получаем 2. Значит, сносим оставшийся 0. Тогда 20 разделить на 5 равно 4. Будет ли какой-то остаток? 4 умножить на 5 равно 20. Отнимем 20 от 20 и получаем 0. Значит, в итоге выходит 34 без остатка. Тогда х равен 34. То есть второй по величине угол равен 34. А вот этот верхний угол в 4 раза больше его, значит, 4 умножить на 34 градуса. Посмотрим. Это будет равно 120 плюс 16, то есть 136 градусов. Правильно? 4 умножить на 4 равно 16, 4 умножить на 30 – это 120, а 120 плюс 16 равно 136. Задача решена. Величины трех углов, которые нужно было найти, это 10, 34 и 136 градусов. Решим еще одну задачу. К ней прилагается вот такой рисунок. И мы могли бы подумать над несколькими вещами. Можно было бы сказать, найдем х. Предполагается, что 4х – это величина вот этого угла, а 2х – величина этого угла. Можем найти х, и если найдем, то будем знать, чему равны вот эти углы. Предполагаю, что сможем найти х. В задаче говорится еще вот о чем. Вот этот отрезок параллелен этому отрезку. И они хитро нарисованы. То есть они-то параллельны, только один здесь заканчивается, а другой отсюда начинается. Итак, первое, что я хочу сказать. Если известно, что эти две линии параллельны, то можно вспомнить некоторые правила относительно секущей или некоторые правила относительно треугольников. Сначала вы, возможно, сказали бы, разве вот этот угол и этот не вертикальные? Но будьте внимательны, это не вертикальные углы, так как вот это – не одна и та же линия. Этот отрезок параллелен этому, но здесь, в точке С, начинается изгиб. Значит, нельзя в этом случае предположить, что углы вертикальные. Итак, я не уверена, что шаг в нужном направлении, но надо уточнить, что эти два отрезка являются частями параллельных прямых. Я могла бы продлить этот отрезок вниз, а этот – вверх. Теперь рисунок выглядит более привычным для нас, когда мы имеем дело с параллельными прямыми. Тогда отрезок ВС, или, можно было бы сказать, прямая ВС, если продлить этот отрезок в обоих направлениях, тогда прямая ВС, безусловно, является секущей по отношению к этим параллельным прямым. Безусловно, это секущая. И если вот этот угол равен 4х, то таким же будет его соответственный угол. Половина или, возможно, большая часть решения этой задачи потрачена на то, чтобы попробовать учесть некоторые правила, связанные с параллельными прямыми и секущей. Они вполне могут пригодиться. Так, это секущая, это параллельные прямые. Вот одна, вот вторая. Вот так на рисунке всегда можно второстепенные вещи отвести на задний план. Итак, этот угол равен 4х, и у него есть соответственный угол, там, где секущая пересекает другую параллельную прямую. Вот этот угол соответственный. Обозначу его тем же желтым цветом. Вот этот угол соответственный, и он тоже будет равен 4х. Мы видим, что этот угол, который равен 4х, и этот, который равен 2х, смежные, так как у них есть общая сторона, и их необщие стороны, несмежные, образуют развернутый угол. Эти два угла смежные, что, в свою очередь, означает, что их сумма равна 180. Но здесь на рисунке видно, что если их сложить, то получится развернутый угол. Значит, 4х плюс 2х равно 180, или 6х равно 180. Разделим обе части равенства на 6, и здесь получим, что х равен 30. Если х равен 30 градусов, то вот этот угол, равный 2х, будет равен 60. Итак, вот этот угол равен 60 градусов, а этот угол равен 4х. И если х равен 30, то этот угол равен 120. Задача решена. До встречи на следующем уроке!